ехали одни друзья вторые вот ромчик привез свой инструмент вот мы его покажем расскажем это настоящий оригинальный китайский инструмент ребят я вам скажу так что неважно какой у вас инструмент китайский тайваньский тайландский все это ерунда главное уметь им работать как я одно видео выкладывал можно черенком от лопаты сделать мятину прекрасно а можно и раз прекрасным золотым инструментом извиняюсь накосячить так что эту деталь потом придется выкинуть сейчас мы разложим инструмент покажем расскажем людям интересно кстати сколько этот наборчик стоил ром сколько тут чего расскажи вкратце давай рассказывай ссылочку под видео мы выложим сейчас мы уточним первое первое скажем так все сейчас мы разложим мы продолжим вот александр разложил нам ну что во первых сколько раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 предметов вот берем штангенциркуль берем рулеточку и меряемся ром ты бери его на рулетка руку против него на вот давай с первого крючка начинаем значит диаметр у него сколько сантиметр 10 миллиметров окончания вот такое вот и длина у него сколько на длина у него до ручки до до кончика 106 а вылет здесь сколько 17 здесь вылет какой 77 а это 9 так длина такая здесь меряемся 75 диаметр тоже наверно 10 миллиметров скорее всего вот это будет десятка вот они два крючка у нас 10 миллиметров просто разная длина дальше здесь диаметр какой 8 миллиметров вылет какой у него мире 8 с половиной а длина длина 76 окончание вот такой вот немножко как бы торец но нишу но не шарик такое чуть конусная здесь то же самое на этот крючок как бы вот мы видим принципе такой же вот но здесь он опять же не шариком вот а как бы немножко урезанный урезанный здесь ровная площадочка вот такая на кончике так же как и здесь но площадочка здесь по диаметру где-то миллиметра три здесь миллиметра 2 наверное тут да к сожалению вот ясно видно то есть они разные по длине этот сколько у нас был 76 а этот давай померяем 51 этот крючочек вот такой вот хитрый то же самое я думаю 8 до по 8 восьмерка восьмерка давай мере длину сколько он у нас 58 и загибчик вот такой у нас плюс ну ты сколько где-то 9 и он вот такой форма у нас приплюснутой как бы на конус сточенный и с одной и с другой стороны вот дальше это явно десятка у нас будет 10 миллиметров вот такой лом у нас на окончании у нас шарик такой меряем длину ром 42 мы меряем от загиба вот а здесь сколько у нас 99 вот примерно то же самое я имею ввиду что окончание просто тут диаметр скорее всего будет восьмерка да вот загиб практически такой же немножко другого у него окончание шариком длина у него какая ром 44 вот здесь у нас окончание шариком длина по идее чуть меньше будет 43 вылет у него такой же как у этого крючка просто там шарик на конце а здесь он шариком сделан сам окончание вот такой же крючочек практически только более короткий и более наверно толстый да это восьмерка и это это шестерка это восьмерка вот он более такой сильный у него окончание меньше но тоже скругленное он короче естественно он будет сильнее померить длину пожалуйста 36 и вылет здесь 5 так переходим опять у нас от 2 такой же крючок я имею ввиду окончание вот так сделано она как бы сточена или сплющена вот такой хитренький с двумя загибами значит меряем вот это расстояние расстояние это расстояние насколько 21 с половиной вот это это у нас 11 и вот это окончание пять с половиной но еще один хитрый крючок тоже он толстенький сколько у него диаметр саш восьмерка восьмерка меряем длину досюда здесь у нас вот здесь у нас 6 и окончание 4 ну и окончание само вот такое вот такой наборчик у нас есть все мы за него рассказали показали в принципе хорошие такие силовые крючки все довольно с толстого металла я бы сказал что прям прилично не гнуться вот саш на поснимая ради интереса я в руках понянчу сравним мы допустим вот таким подлиннее чуть больше да он пронимается на таком и длиннее естественно там диаметр намного больше но этот крючочек по длине я бы сказал что сейчас заведем просто ради интереса я две секунды попробую на подвесить как он чего покажет просто ради интереса я никогда этих крючков в руках не держал что я бы сказал да он как бы гнется вот чувствуется что он прогинается что он не такой лом упёртый я думаю если взять уже вот такой крючок то все эти ощущения от того что он гнется да вот уже работая вот таким крючком он практически не гнется он такой чувствуется что он упертый и работать опять же площадь окончания у него маленькая он как шило у нас естественно что он будет давить и прогинаться конечно при одинаковом диаметре чем больше длина тем больше крючок будет играть это естественно если его сделать еще больше он вообще вот так будет сгинаться ну и следующий тест мы продолжим этого по александра самодельные это отдельно снимем ну и ну и ну и ну и ну и Продолжение следует...